Химик звучит гордо. Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником, Днём Химика. Кто поздравил нижнекамцев и кто для них спел. 35 сайтов закрыто, 4 дела в суде. Готовятся исковые заявления и все материалы направляются в суд. Кто создает экстремистские сайты и что за это бывает? Дети подсказали, взрослые сделали. Экопатруль, школьники, сфотографировали свалку. Кто бросает рубероид и крупногабаритный мусор? Потрогали уникальные экспонаты и пообщались в перископе. Хеллоу, скажите. О том, как прошла экскурсия в мир журналистики. Первый блин не комом. Довольны трассой, довольны этим мероприятием, так как оно проводится впервые. В городе прошли соревнования по велокроссу. Вы смотрите итоговый выпуск новостей в студии Алсу Юматова. Здравствуйте. Событие, которого ждали десятки тысяч нижникамцев. Сегодня в городе начали отмечать День работников химической промышленности. Буквально час назад завершилось большое и красивое официальное мероприятие в Ледовом дворце. Награды из рук президента получили лучшие работники. Репортаж о Гульеблонской. Химиков. Главных гостей праздника встречает оркестр. Дамы с прическами, мужчины в галстуках и костюмах. К Ледовому дворцу сегодня подошли тысячи нарядных работников нефтехимической отрасли. Настроение у меня замечательное. На День химика я хотела попасть и попала. Я хочу пожелать всем своим коллегам, во-первых, крепкого здоровья, успехов в работе и в личной жизни. Я хочу пожелать своим коллегам хорошего семейного благополучия, мирного неба, потому что химики – это те трудяги, которые создают благо нашего города. На республиканский праздник приехали президенты Татарстана Рустам Миниханов и министры различных ведомств. Гостям сначала показали специальную фотовыставку, посвященную 50-летию Нижнекамска. Потом похвалились достижениями и инновационными идеями производств. Город, где родились я и ты, и для нас в самом лучшем в мире. Очень ярко и красочно открыли торжественную часть праздника. Вся программа «Дня химика» тесно переплеталась с юбилеем Нижнекамска. Ведь город развивался параллельно с нашими гигантами. Одним из самых трепетных моментов стали слова благодарности работникам производств и ветеранам. В этот день в первую очередь хочется сказать большое спасибо нашим уважаемым ветеранам. Тем, кто в труднейших бытовых, погодных условиях создавал наш город. Вы сделали все для того, чтобы наша промышленность, наш город были самыми лучшими в отрасли. Не обошлось и без наград. Звание «Заслуженный химик», благодарственные письма и грамоты получили десятки работников нефтехимической промышленности из рук президента республики. Я от души истинно поздравляю вас, ваши коллективы и хочу поблагодарить за тот вклад, который вы вносите в развитие экономики нашей республики и нашей страны. Поздравили и наградили юных последователей. На сцену вышли победители Всероссийских олимпиад по химии. Среди них и трое нижнекамских школьников. Ну а еще одной кульминацией праздника стало выступление кураистов. К другим темам. 35 интернет-сайтов были заблокированы по решению прокуратуры. Там размещались запрещенные экстремистские материалы. Это лишь малая часть большой работы ведомства. Только за этот год свою работу завершили порядка 400 экстремистских порталов. Наш корреспондент подробнее. Нижнекамская прокуратура осуществляет надзор за исполнением законодательства о противодействии экстремистской деятельности на территории России. Только в ходе последней проверки выявили 35 запрещенных сайтов. Через суд удалось добиться их блокировки. Выявляется интернет-страница, после чего данная страница актируется. То есть оставляется акт, снимаются скриншоты. И, соответственно, готовятся исковые заявления. И все материалы направляются в суд. На сайте Минюста России опубликован весь список запрещенных материалов. Это статьи, видеоролики, аудиозаписи, картинки. Информации в интернете много, поэтому мониторинг ведется ежедневно. В качестве примера можно назвать то, что это различные материалы нацистского содержания. Либо же призывающие к межнациональной розни. Оставить ту или иную запись, выложить картинку или снять видеоролик экстремистского характера чревато. Авторы подобных сайтов и страниц несут уголовную ответственность. В настоящее время в суде находятся четыре иска. Мониторинг продолжается. Вадим Струминский, Евгений Лозаев, Новости НТР. Пейзаж с видом на свалку. В виде таможны, оконные раны, рамы, двери и кирпичи. Сегодня убрать все это решили сотрудники предприятия «Чистый город». А подсказали им дети. Репортаж Александра Комарова. Поле в районе реки Старая Кама является одним и самым живописным и красивым местом в городе. Но из года в год появляются люди, которые хотят сделать это место самым загрязненным. Мусор складируют буквально в городской черте. А те, кто его сваливает, живут недалеко от этого места. Догадаться несложно только потому, что мусор бытовой. Оконные рамы, кровельные работы, которые проводились, они все скидывают сюда. Потому что здесь является муниципальным образованием, относится территория. И нет контроля над этой территорией и скидывают все строительные отходы. Но незамеченным такое преступление остаться не может. Рано или поздно подобные свалки обнаруживают. Есть, конечно, и те, кто молчат о такой находке. Но младшие товарищи идут на помощь. Экопатруль. Школьники сфотографировали свалку, которая у нас сзади находится. И прислали в Министерство экологии Республики Татарстан. И по фотографиям, которые они нам прислали, мы определили место. И сейчас мы ликвидируем то дистанционерное свалка, которое здесь расположено. И такие работы будут проводиться ровно до того момента, пока у людей не взыграет совесть. Все-таки мусорить в местах отдыха нельзя. А если вас поймают с поличным, это грозит большим штрафом. Александр Комаров, Рафаэль Ракипов. Новость НТР. Фонарный столб во дворе дома тихолеет. Три пугают жильцов. Сооружение очень сильно накренилось и вот-вот может упасть. Способствует этому еще и тот факт, что многие автомобилисты, сдавая задним ходом, очень часто не замечают столб и врезаются в него. Жильцы дома уже полгода просят жилэнергосервис устранить проблему, но до сих пор никакие меры не были предприняты. Жители хотят, чтобы его или перенесли, или хотя бы убрали, потому что, не дай бог, упадет на человека еще хуже, на детей, на машины, замкнет, загорится. Все жители дома переживают. Мы связались с управляющей компанией и с жилэнергосервисом. И там, и там подтвердили, такая заявка у них есть. И пообещали, что уже завтра начнут укреплять фонарный столб. Мы продолжаем наш совместный с РУСФОНДОМ благотворительный проект в помощь больным детям. На прошлой неделе вы помогли собрать деньги для Велимира Нуреева. Большое вам спасибо. На этой история 12-летнего казанца Кирилла Городницкого. У мальчика ДЦП осложненная эпилепсия. Однажды вы уже помогли этой семье. Теперь они снова обращаются к вам. Мы застали Кирилла за любимым занятием. Благодаря ему в этом доме всегда играет музыка. Только теперь, спустя год после нашего первого сюжета, Городницкие улыбаются намного чаще. А мама старается не вспоминать. В то время, когда из-за диагноза ДЦП осложненной эпилепсией, она плакала от безысходности. В этом году она специально готовила слова, чтобы сказать, насколько она вам благодарна. Хотелось бы начать свое выступление со слов благодарности всем телезрителям, которые помогли нам в сборе средств. Так как в том году мы смогли поехать в город Москву в августе месяце. Пожелать вашим семьям добра, счастья, благополучия и здоровья, конечно. И низко-низко поклониться. Благодаря лечению в московской клинике приступов у Кирилла не было полгода. За это время мальчик научился совсем без поддержки плавать на спине. И теперь он может часами гулять на улице с братом. А мама с гордостью рассказывает о первых достижениях сына. Вместе с педагогом он делает поделки. Кирилл сейчас учится уже во втором классе коррекционной школы. И сегодня, как и у всех обычных школьников, у него начинаются каникулы. В месяц-две недели мы все время куда-то посещаем какой-то из центров революционных. Мы проходим там и иглы укалывания, и массажи различные. Китайские массажи, простой массаж традиционный. Посещаем ипотерапию. Все, чего хотят городницкие – обычной жизни. У них на всех одна мечта. Но недавно приступы возобновились. Галина всегда рядом с сыном. Работает только папа. На процедуры для Кирилла семья тратит все деньги. Дорогие лекарства, которые прописали московские врачи, привозят из-за границы. Каждый месяц только на них уходит 10 тысяч. Но если раньше о таком и не мечтали, теперь говорят – Кириллу нужно стать самостоятельным. Чтобы продолжить лечение, мальчика нужно вновь свозить в московскую клинику. Там ребенка ждут уже в июле. Но 199 тысяч для этой семьи – сумма неподъемная. А мы все вместе можем снова сотворить чудо для этой семьи. Для этого достаточно отправить СМС со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщений – 75 рублей. Как внести больше вклад, можно узнать на сайтах нашей телерадиокомпании и Росфонда. Первое испытание. Сегодня нижнекамские выпускники 9-х классов сдавали ОГЭ по необязательным предметам – химии, информатике, литературе, обществознанию. Последний предмет среди школьников более популярен. Его выбрали более тысячи человек. Тестирование проходило сразу в нескольких школах города. Алсуар Расланова подробнее. В третьей школе сегодня сдавали ОГЭ по обществознанию. Было видно, что школьники нервничают. Каждый с нетерпением ждал своей очереди. Каждому экзаменуемому выдали свой личный номер. Сейчас ученики 9-х классов выжидают, когда организаторы выкрикнут именно их цифры, и они смогут пройти внутрь. Ожидание хуже самого процесса написания экзамена. Так говорят 9-классники. К этому дню они готовились весь год. Сейчас уже ничего не изменить. Осталось только собраться и показать знания. Учеников поддерживали, учителя и давали последнее наставление. Чтобы у них знания все, они свои показали, чтобы они все не торопились, чтобы сидели сколько им положат. Этот экзамен в жизни ребят не последний, но и немаловажный. Есть волнение. Ну то, что вдруг ты не сдашься, все такое, от этого зависит твое будущее. Нам нужны пятерки, да? На пять, на четыре. Готовили скоро? Ну целый год готовились, решали пробные, учились, учили все. То, что нам создавали. Результаты будут известны только через 10 дней. Следующие испытания девятиклассников ждут 28 мая по иностранным языкам. Алсу Арсланова, Ринат Харасов, Новости НТР. За 50 лет это учебное заведение не раз меняло название и профиль, а 14 лет назад стало носить имя Евгения Королева. Выпускники этого колледжа работники градообразующих предприятий. Политехническому колледжу исполнилось 50. Как все начиналось, расскажет Вадим Струминский. Сегодня в зале те люди, благодаря которым учебное заведение строилось и развивалось. 25 мая 1966 года вышел приказ о создании вечернего энергостроительного техникума. В 80-х это был техникум атомной энергетики. Уже 14 лет колледж называется политехническим и носит имя Евгения Королева. Первостроители города до сих пор помнят, как шла большая стройка. Королев Евгений Гришев, он как бы заводил вот это вот дело. Он всегда, когда мы жалуем, вот денег нет, он всегда говорил, мы для себя строим. Здесь мы уйдем, но здесь будут строители, они будут помнить нас. Финансировали имя энерго. Иногда есть деньги, иногда нет денег. Нет, все равно мы как-то потихоньку, потому что это для нас, для нашей стройки. Мы его строили, такой с любовью. 37 лет в колледже преподает Роза Сергеева. Она помнит те времена, когда направлений подготовки было всего несколько. Сейчас политехи не только готовят строителей, механиков, электриков, но и повышают их квалификацию. Ежегодно из стен заведения выходит более 200 специалистов среднего звена. Студенты сейчас совсем другие, говорит преподаватель. Сейчас молодежь немножечко другая, она более компетенцированная. Информационные технологии вошли в нашу жизнь, но все равно жажда познания, все равно она везде-взва есть. Во время праздничного концерта отметили успехи студентов и преподавателей колледжа этой победы в конкурсе WorldSkills хорошее выступление на научно-практических конференциях. Обсудили и планы на будущее. Полвека – приличный срок, однако это лишь начало богатой истории, уверены здесь. Известно, что на базе Политеха планируется создать ресурсный центр, который объединит энергостроительный кластер. Новые методики, направление подготовки, более масштабное финансирование. А значит, новый ветвь в истории развития Нижнекамского политехнического колледжа. Вадим Струминский, Рафаэль Ракипов. Новости НТР. У школьников начались летние каникулы. А это значит, что впереди множество интересного и увлекательного. К примеру, сегодня второклассники из 29-й школы узнали, как работают журналисты медиахолдинга НТР. Побывали в редакции «Нижнекамское время» на радио ДиФМ и, конечно, узнали, как и кто делает новости. По завершению экскурсии все получили подарки от НТР. Блеск и интерес в глазах. У учеников 2-го класса 29-й школы сегодня увлекательное путешествие в мир журналистики. А начали со страниц еженедельника «Нижнекамское время». Детям рассказали о том, как работает редакция газеты. Интересно, что вот такая газетка появилась на столе. Струдит очень много людей. Сначала у нас журналисты. Вот у нас журналисты. Здесь все, она у нас на задании. Пишут тексты. То есть звонят, спрашивают, что-то где-то случилось, что-то где-то произошло. Потом все это набирают в компьютере, и получается текст. Потом все этот текст проверяет у нас корректор. Вот она сидит, вот, написает кубовно. Она проверяет ошибки. Вот как у вас проверяет ошибки учитель русского языка, да? Да, проверяет. Ну а потом нужно еще сверстать материалы, причем так, чтобы читателю было интересно и занимательно. Последний шаг – типография. Напоследок школьникам подарили свежий номер газеты. О музыкальных новинках в мире дисков траклашкам поведали на радио ДиФМ. Например, у нас на радио не играет какие-нибудь там русские народные песни, допустим, да? Потому что у нас радиостанция танцевальная, соответственно, танцевальная музыка у нас играет, и ее отбирает музыкальный редактор, эту танцевальную музыку. Узнали сегодня дети, и что такое Перископ. Это уникальное приложение, позволяющее вести прямые трансляции. И сегодня пользователи сети интернет могли в режиме онлайн наблюдать, как проходит экскурсия на НТР. Привет всем! У нас сегодня на радио экскурсия. Вот, там же, видите, нам сердечки присылаются. Машите рукой. Вот нас с вами сейчас из-за границы смотрят, пишут хеллоу нам. Хеллоу, скажите. Хеллоу! А здесь монтируют новости, программы и различные проекты. Дети не перестают задавать вопросы. Покажите, пожалуйста, пока. Сняли. Я выбираю лучшие. И вот здесь вот уже. А покажите все вот это. Все смонтированное попадает сюда, в компьютер на выпуске. Управлять процессом – дело ответственное и нешуточное. Это очень ответственное дело. Почему? Потому что, если он нажмет не на ту кнопку, мы можем выйти на канал ТВЦ, или, например, материал не выйдет, и придется мне сидеть в студии или ведущему, да, и как-то выкручиваться. Поэтому была очень ответственная миссия. Ученикам 29-й школы повезло. Они попали в студию как раз во время выпуска новостей. Ну а после – возможность самим попробовать себя в качестве ведущего. Здравствуйте. Сегодня мы гостем у Насти. Я сегодня вам расскажу о погоде. Здравствуйте. Меня зовут Таня. Я вам расскажу детские новости. Ребятам разрешили потрогать экспонаты, привезенные журналистами НТР с раскопок. Такое увидишь не каждый день. Все услышанное сегодня ученики должны были запомнить, чтобы потом получить призы за ответы в викторине. Один из вопросов – во сколько выходят новости НТР. Ребят, запоминайте в 10 утра. В 2 часа. В 2 часа. В 2 часа. Активные второклассники получили подарки от НТР, но о всем раздали флажки. Первый день каникул ребятам точно запомнится надолго. Мне понравилось все. Ну а что больше всего? Нет. Ну, когда нам вручали призы. Я захотела стать корреспондентом НТР. Мне понравилось. А что именно? Как вести новости. Ну еще. Как делают, как монтажируют видео. Смотрите новости НТР в 18.30. Ура! А мы возвращаемся к главной теме этого дня. Сегодня в Нижнекамске начали отмечать Республиканский день химика. В Людовом дворце прошло большое мероприятие с участием президента республики. Ну а буквально несколько минут назад завершился концерт известной российской группы «Дискотека Авария». Это своего рода подарок нашему городу от химиков. Несмотря на то, что сотрудники градообразующих предприятий, люди, как правило, серьезно, они с удовольствием подпевали и подтанцовывали артистам. Предлагаю посмотреть, как это было. Праздничные мероприятия приуроченные ко дню химиков в Нижнекамске продолжатся и завтра. В парке нефтехимиков с трех часов пройдут веселые старты. Развлекательная программа начнется в 7 вечера. Зажигать для нижнекамцев будут трансформеры из Перми, аниматоры. Выступит столичная группа «Фиеста». Будет работать торговля. Финальной точкой грандиозного события станет красочный салют. Ну а мы поздравляем нижнекамцев с Днем химика. Пожалуй, в каждой семье есть работники химической промышленности. Это наш общий праздник. Кирилл, кого сегодня и завтра будешь поздравлять ты? Здравствуйте. Ну, среди моих друзей много работников химии. Вот их и поздравили сразу после новостей. Ну и поздравлю своих родителей, которые отдали химию много-много лет. На сегодня это все. Впереди новости спорта с Кириллом Давкаевым. Я с вами прощаюсь. Спасибо, что были с нами. И оставайтесь на канале НТР. Субтитры сделал DimaTorzok Проспект Мира, 105А. Только в мае автошкола «Автоледи» предлагает дополнительные часы вождения и медосмотров в подарок. Учись и получай подарки в «Автоледи». 8-917-879-35-35. Ура! Целых 20 телеканалов вы можете смотреть у себя на даче. Покупайте приставки в магазинах Нижнекамска, Технорай и компьютеров. Телефон 30-50-30. Выгодное предложение от магазина «Тысяча мелочей». Растягивающийся поливочный шланг 15 метров всего за 299 рублей. В наличии и другие размеры. Магазин «Тысяча мелочей». Проспект Мира, 105А. Пейте соки. Наслаждайтесь. Всему миру улыбайтесь. Обычно сок не разговаривает. Но в «Эссен» возможно все. Сок сады Бридония, яблоко, 1 литр, всего 43 рубля 90 копеек. Только с 24 мая по 6 июня. На телеканале НТР обзор спортивных новостей. В форме на разгром устроили футболисты-нефтехимиками минувшим вечером. На домашнем стадионе подопечный Рустема Хузина принимали игроков «Держинского химика». Первые 20 минут игры явного преимущества у лидеров зоны Урал-Поволжья не наблюдалось. Гости же напротив смогли создать пару опасных моментов. Тем не менее, дальше гол Кузьмичев открыл счет в матче. А после Пугачев с передачей все того же Кузьмичева сделал счет 2-0. Во втором отрезке игры химики увеличили отрыв, устроив разгром опять-таки. Сначала Решетников забил ворота соперников. Третий мяч, а до финального свиска Домшинский и Пугачев довели счет до 5-0. Хотелось бы поздравить Нижнекамск с выходом в ФНЛ. Они это заслужили. Ну а по сегодняшней игре, естественно, что мы стоим на разных ступенях. Команда «Нефтехимик» естественно подбиралась под задачу выхода в ФНЛ. Ну а мы сейчас, получается, доиграем в сезон. Очень понравился их настрой, заряженность на победу. Поэтому благодарен ребятам. Завершили чемпионат в Нижнекамске на мажорной ноте. Сталась одна выездная игра. Поэтому готовимся с полной ответственностью сыграть в Олимпийце. Грязные гонки. В Нижнекамске впервые прошли соревнования по кросс-кантри. Первенство города по велокроссу на пересеченной местности привлекло под свои знамена десятки велосипедистов самых разных возрастов. На трассе побывала и наша съемочная группа. Местным проведением дебютного состязания была выбрана база «Алмаш». Для желающих проверить на вносливость себя своих стальных коней на прочность подготовили три трассы. Два, три и пять километров. Выбраны они были не случайно. Именно по ним зимой катаются лыжники. К слову, погода внесла свои коррективы. Заметно добавила сложности и зрелищности гонкам. Дождь, слякость и грязь. В данном случае то, что доктор прописал. В целом трасса была неплохая. Хотя и скользкая. Но спортсменам удалось пройти эти дистанции без травм. То есть все были довольны. Довольны трассой, довольны этим мероприятием. Так как оно проводится впервые. Планируется, конечно, чтобы это мероприятие было ежегодным, традиционным. Крутить педали на скорость и добраться до финиша без поломок с наилучшим результатом участникам предстояло в отдельных зачетах среди мужчин и женщин, юношей и девушек. Некоторые приехали на трассу целыми семьями. Ой, ну вообще не зря приехали. Крутое. Смотрите. Ладно, хоть лицо умыли. Крутое. Эта гонка проводится впервые. Нам очень понравилось. Сначала мы думали, ехать или не ехать из-за погодных условий. Брать или не брать мою дочь. Боялись, что вдруг простынет. Но все-таки потом решились. Решили не бояться. И было немножко так интересно, с экстримом. Грязно, весело, устали. Практически была уже на финише, но по пути попалось бревно. Мужик кто-то ехал, толкнул его. И колесо попало, резко повернуло. И как бы велик сам упал, а я улетела с него. Накрадили меня. Очень рада. Вся обиду прошла, наверное. Понравилось очень. Думаю, если еще потренироваться, может, получится в другой раз. Нижнекамский кросс-кантри официально подтвердил свое право на существование. А значит, этот дебютный велокросс положит начало новым стартом. Сезон открыт, трасса опробована. Нижнекамские джиперы продолжают покорять бездорожье. На этой трассе они приняли участие в первых соревнованиях сезона, организованных соседями из Автограда. Мероприятие получило название «Внедорожная витаминоз-2016». Собрало под свои знамена более 50 как начинающих, так и уже бывалых джиперов. Местом проведения стала река Ик на окраине Мензелинска. Сотни автомобилей и квадроциклов. Не остались сторонней нижнекамские гонщики. В классе «Полироль» третье место занял Игорь Семин. Отличились наши и в классе «Мод». Сергей Яшин показал третий результат, а Илья Альшевский пришел к финишу первым. В спорткомплексе «Дружба» в преддверии празднования Дня Химика прошел блиц-турнир по шахматам. Каждому из участников давалось по пять минут на всю партию. Первое место среди мужчин в турнире занял Вячеслав Баринов, набравший 7,5 очков из 8 возможных. На втором месте оказался Павел Политов. Третье место достался Амиру Закирову. Среди женщин победительницей стала Вероника Дождикова с результатом 4 очка из 5 возможных. Второе место у Камилы Юсиниеми замкнуло тройку призеров женщин Алсу Шайдулина. На сегодня у меня все. Смотрите далее в эфире НТР. Прогнозы погоды. Я же с вами прощаюсь. И напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70, а также посредством нашего сайта ntr-24.ru. До встречи в эфире. Погода в Нижнекамске на 27 мая. Ночью плюс 17 градусов. Утром потеплеет до 27 градусов. Будет ясно. Днем плюс 29 градусов. Облачно. Вечером плюс 21 градус. Ясно. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду. Влажность воздуха 40%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова